здравствуйте друзья приветствую всех на канале форнаксфилм мы вновь в гостях на сей раз в торговом выставочном зале компании везувий и перед нами опытный образец первый серийный экземпляр новой банной печи астон да вы уже знакомы с печью астон по нашим предыдущим роликам это небольшая но очень интересная печь для бани но сегодня нас ждет новый астон да не обычный а чугунный недавно на нашем канале вы уже могли видеть обзор чугунной новинки которая называется турбопар устанавливается он на выход дымохода и представляет собой гибрид каменки и экономайзера новая конструкция астона совмещает себе принцип турбопара и предыдущие версии обычной версии печи астон изготовленной из стали принцип построения тот же вертикально ориентированная топка довольно глубокая для скромных размеров печи верхней части находится внутренняя каменка который является основным элементом коллектора дымосборника она расположена в самой горячей части топки и поэтому камни не прогревается до очень высоких температур пар получается не просто легкий а сверх легкий ну довольно слов я предлагаю переместиться в испытательную лабораторию где александр уже готовит к первой протопки опытный экземпляр печи астон изготовлены из чугуна привезли снегу из сибири москвичам александр привет расскажи как у тебя дела что ты тут делаешь о что я сделал я сейчас закладываю закрытую каменку печи чугунный астон вот такими термоаккумуляторами которые сделаны в нержавеющей стали и внутри который ага маракасы смотри что интересно они по своему размеру практически идеально для топки для этой каменки я туда закладываю но сейчас где-то вот до середины так заложу чтобы была возможность пару куда-то уходить и где-то скапливаться и после этого с помощью крышки и винтиков я делал завернул и каменка будет полностью герметично отлично слушай но вот эта крышка она изготовлена из нержавеющей стали кстати у нас есть возможность как раз оценить из какого материала изготовлена сама каменка загадая каменка здесь уже полноценная закрытая каменка потому что есть стенки труба и две приваренные стенки а стык между чугуном и трубой он проложен термостойким шнуром вот если ты сейчас каменку заглянешь я специально попросил чтобы ребята сделали шнур не черного а белого цвета чтобы его было видно на видео для наших зрителей вот тебе фонарик так вот термостойкий шнур также у этой каменки есть еще такие интерцепторы две планочки металлические по краям каменки которые затрудняют горячих дымовых газов они перенаправляют горячие дымовые газы так чтобы максимально тепло оставалось именно на корпусе печи и закрытой каменки кстати друзья смотрите мы можем здесь увидеть как раз неокрашенные детали вот так вот выходят из литейки вот эти две отливки собственно да печь из себя собой представляет две детали да две поваринки которые скреплены между собой также болтовым соединением ну и можно как кстати тут посмотреть на качество чугуна все очень ровная красивая чистенькая без видимых каких-то раковин да действительно здесь жень посмотри покажи зрителям еще один такой момент в печи а сам чугунный по корпусу нет протяжки термошнуром почему потому что вот это вот система шип паз позволяет использовать минимальное количество герметика и при этом обеспечивает достаточную герметичность кстати друзья действительно очень интересное замечание и это также позволяет судить о том что отливки высочайшего качества производится на заводе везувий почему потому что одна десятая миллиметра допуске на наших формах вот так то есть если бы эти отливки были каким-то образом деформированы при изготовлении печь просто элементарно не соберется а здесь все подобного друг другу и не требуется дополнительных элементов для того чтобы обеспечить герметичность конструкции да да и причем эта же система шип паз она защищает половинки от смещения друг относительно друга о решении ну вот 12 штук я здесь заложил можно заложить еще три четыре штуки но не стоит потому что пространство для парообразования должно быть так подожди не торопись давайте мы посмотрим как устроена здесь система подачи воды вот друзья посмотрите здесь установлены два патрубка слева и с правой стороны это для того чтобы была возможность менять ставить патрубку где вам удобно вы с одной стороны заглушать их противоположно ставить воронку для подачи воды ну то есть вода подается центр каменки и она проливается в любом случае до дна и пару просто некуда деваться он там бьется о стенке бьется о камни и подходит через вот эти отверстия которые есть заглушки и для того чтобы пар не выходил резко есть вот такой п-образный профиль наваренный который просто направляет пар вверх ну это тоже должно обезопасить от ожога паром да то есть самый безопасный способ когда пар выходит вверх мы температуру будем снимать пирометр и мы не будем ставить сетку потому что мы не преследуем сейчас цель проверить насколько сильно нагреваются камни наша основная цель же насколько я понимаю проверить как работает камень все верно все верно вот именно это мы будем делать а для проверки работы камень тут вполне хватает просто печи будем водичку подливать почаще и побольше сейчас как жахнем друзья посмотрим что и 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 градус то есть чугун еще и держит очень хорошо тепло да там горение никакого нет уже практически да но обрати внимание что это что всего лишь первая закладка которая разогла и вторая полноценный закладку двух закладок водички давай бжах не это с первой полосочек разошелся даже не заметно сделав пар что александр может быть пришло время поддать хорошенько поддать еще но все прошло вот той подачи ну давай пробовать конце концов у нас перемен мы же не просто показывает мы показываем возможности печки поддаем 250 хорошим прям душевность ну что еще ну давай добиваешь давай ой довольный александр добрый добрый звук настоящий фарной я думаю что когда здесь будет обложено камнем когда будет стоять сетка конъекционная и когда камень будет накапливать будет позволять чугуну накапливать большее количество тепла я думаю что все и звук и парообразование будет гораздо мощнее чем конечно же печи которые есть сейчас это без сомнений сомнений нет еще и в том что печь это станет в 2022 году однозначно хитом продаж спрашивайте магазинах фарнакс обязательно заходите на сайт фарнакс точка ру следите за тем когда она появится в нашей сети ну что друзья лично меня результат испытаний вполне удовлетворил и даже более того впечатлил еще не успели отгреметь лавры печи астон изготовленной из стали она только начинает завоевывать рынок но производитель пошел еще дальше и изготовил еще более интересную печь с нетерпением ждем ее появления в наших магазинах в магазинах фарнакс так что друзья призываю вас подписаться на наш канал фарнакс филм и почаще заглядывать социальные сети ведь только так вы можете узнать о том какие новинки появляются у нас в магазинах фарнакс ну и первыми познакомиться с ними я с вами прощаюсь до новых встреч увидимся